По традиции, в первое воскресенье сентября страна отмечает День Белорусской Письменности. В этом году праздник принимают Белынычи ярко, масштабно и с национальным колоритом. Сюрпризы ждут гостей на каждом шагу. Как известно, встречают по одежке. И надо признаться, райцентр подготовился на все 100. Здесь обновили более 100 объектов. Одних парадных площадей в Белынычах теперь три. Основные события проходят на центральной. Тут и поджидал первый сюрприз гостей фестиваля. Гранитный ангел украсил площадку церкви в честь иконы Божьей Матери Белынической. Его вес более 2,5 тонн. Еще один подарок – открытие нового здания музея имени Витольда Белынического Берули. Теперь он открыл свои двери для всех гостей. Внутри арт-пространства уникальные картины. Жизнь известного художника на сотне полотен. Тут же и история самого десятитысячного городка. Теперь это национальное достояние белорусов. Вот этот замечательный музей Белынического Берули, который оснащен по всем современным технологиям. И этот музей будет функционировать не только для жителей Белынического района, города Белынича, но и в целом для всей нашей страны, потому что дети с экскурсией будут обязательно сюда приезжать. День белорусской письменности – праздник не только национальной культуры, но и возможность продемонстрировать экономическое развитие городов. Жизнь не заканчивается замкадом. И для жителей, и для регионов – это огромное событие. Мы к этому дню, естественно, готовились, готовились заранее. Были проведены огромное количество необходимых работ для того, чтобы город преобразился, чтобы привести в парадок объекты исторической ценности в городе, достроить тот необходимый объект, который нуждается именно эта территория. Поэтому люди потрудились на славу. Они отдали все себя для того, чтобы воссоздать то, что необходимо для обогашения в духовности человека. Официально праздник стартовал на Советской. Здесь расположились зрительный зал и концертная площадка. В прологе известный политический деятель Великого княжества Литовского, Лесопега, обратился ко всем белорусам и напомнил каждому. Родное слово, историческая ценность и сокровище народа. Его потомки должны сохранять и приумножать. После эстафету взяли белорусские артисты. На главной концертной площадке Руслан Олехно, Алена Ланская, ансамбль «Песняры» Алексей Христов, Анатолий Ермольенко и группа «Аура» слова любви звучали к родной Беларуси. В первую очередь это наша Родина, это наша душа, наше сердце. Потому что приезжая на Родину, ты себя чувствуешь ребенком, попадая в объятия мамы, чувствуя ностальгию тех мест, где ты родился, где ты вырос. И вот сегодняшнее мероприятие, день письменности, 27, если я не ошибаюсь, это тому подтверждение. Я испытываю те же чувства ностальгии, радости и любви. Безусловно, место силы, которое является здесь для меня, для Руслана, это места наших детских воспоминаний, это места наших детских амбиций, первого опыта. И когда ты возвращаешься сюда, ты восстанавливаешься, потому что нет ничего дороже, как показывает взрослая жизнь, этих воспоминаний, которым ты всегда возвращаешься, где ты испытываешь тепло, где ты помнишь заботу родных и близких тебе людей. И вот это действительно греет тебя в самые трудные минуты твоей жизни. Мы можем показывать и наши новые песни, и наши классические гиды. Мы можем вспоминать наших замечательных белорусских классиков, таких, как Владимир Короткевич, юбилей, которого мы празднуем в этом году. И это замечательно. Есть масса поводов, чтобы творить вот к таким праздникам, создавать песни на белорусском языке и поднимать нашу белорусскую культуру. Кульминацией торжественного открытия стала передача городу Кополь звания столицы белорусской письменности 2021-го. В райцентре Минской области пройдет 28-й по счету праздник. Символичный момент передачи. Вымпела дня белорусское письменство. Чем богаты, тем и рады. Более чем на 2 километра растянулись праздничные павильоны, торговые и тематические площадки, на которых развернулись централизованные представления, посвященные становлению печатной культуры Белоруссии, 75-летию Великой Победы, Году Малой Родины, современным достижениям и многие другие. Бобруйск в числе лучших. Сотрудники медиахолдинга «Бобруйское житё» продемонстрировали, как работала редакция в 44-м после освобождения города от фашистских захватчиков. «Бобруйск был освобожден доблестными войсками 1-го Белорусского фронта. Сразу же в городе началось восстановление промышленности, всей социальной структуры, и в том числе была создана Бобруйская область». «Алё, Бобруйская областная газета!» «Извините!» «Товарищ главник, у вас телефону!» «Оппарата!» «Да, товарищ Володкович!» «Как дела в Стародорожском районе?» «Хорошо!» «Привесы, надои, нормально!» «Освещайте!» «Жив или помер, срочно в номер!» «Ждём ваших корреспонденций!» Рекламную площадку представила радио «Зефир». На волнах 95 и 4 FM звучали современные хиты и авторские программы. Среди бобруйских брендов свою продукцию продемонстрировали «Белышина» и кондитерская фабрика. «Мимо красного пищевика пройти невозможно. Все желающие пробуют бобруйскую продукцию. Здесь и мармелад, и сладкая паста, и зефир». «Аллеевча» 75-й годовщины победы советского народа, Великой Отечественной войне – дань памяти героям. А посаженные саженцы – символ новой жизни. «Беларусь» «Починающий с 98-го года День беларусского письменства Приняли у самых розных кутках Беларуси. И за гэты долгий час свята пройшло шлях От широгового культурного мероприемства До одного з найбуйнейших национальных проектов, Без якого сёння нельга уявить духовное жыцё нашага народа. Мы пройшли гэты шлях разом. И сдолили побудовать мирную и прихожую Беларусь Только тому, что были разом. А тому и слова президента про едность беларусов У посланий до удельников селетнего свята У Белыничих гучать по саблеву. На мою думку, День письменства саправды ядная. Ядная у сих, кто щиро любит Беларусь И жидая её дальнейшего развития и роскостя». 27-й день беларусской письменности уже история. Из Белыничей он берёт направление в Минскую область. И пусть гости уже разъехались. Музыка отзвенела. Дух национального праздника ещё долго будет звучать отголоском на улицах города Белых ночей. Максим Кембель, Дмитрий Шевцов. Бобруйск. 360.